ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я твой должник Значит так Значит так В понедельник у нас будет проверка Тащи все по контрактам Немедленно, быстро Черт Как все не вовремя Это надо переделывать Володя, это все тоже надо смотреть? Конечно Когда и зачем? Что мы успеем до понедельника? Твой друг, он пораньше сообщить не мог? Нет, дождался вечера пятницы Значит не мог И не надо паниковать Завтра суббота, как раз успеем А в воскресенье съездим к Артуре и подпишем Все Артур Эдуардович Владимир Иванович, я это подписывать не буду Кто это потом все делать будет? А потом ты как всегда на меня все повесишь Ты сдурел? Нам главное проверку пережить А там разберемся Подписывай Ну вот А ты боялась Погоди, это еще не конец Слушай Давай-ка на дачу съездим Напряжение снять Заодно посмотрим, что там у меня жена За неделю наколдовала Алло Алло Пожар СНК на вода СНК на водачная Участок рыбаковых Похоже взрыв газа Шарахнуло так, что у меня стекла повылетали Далее СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА SO Size Позывали, Галина Николаевна? Угу. Да. Пробей все вот по этой женщине. Рыбакова Екатерина Сергеевна, 35 лет. И что с ней случилось? С ней само ничего. На ее дачном участке сгорел коттедж и автомобиль. На пожарище найдены два трупа. Я же все неделю сюда ездила. Нам оборудование ставили. Вот вчера только не поехала. Муж тут по делам ездил и на обратном пути позвонил, сказал, что приедет дачу, посмотрит. А у вашего мужа свою машину? У нас две машины, они обе на мне оформлены. Я правильно понял, что ваш муж заранее не планировал заезжать на дачу? Ну, все зависело от того, насколько быстро он завершит свои дела. А далеко он ездил? Да нет. Вот недалеко завод. Управо что-то заказывало. А ваш муж ездил туда один? Нет. Вы знаете, со специалистом, со своего отдела. Как же фамилия? Епифанова, кажется. Рыбаков Владимир Иванович, 50 лет. Начальник отдела ЖКХ в районной управе в Москве. Епифанова Светлана Андреевна, 38 лет. Главный специалист того же отдела, не замужем. Близкие родственники у нее есть? Боюсь, что по внешности их опознать уже невозможно. Нужны образцы ДНК родственников или личные вещи. А родственники вашего мужа есть? Ну, как ты, Володя, говорил, что где-то далеко есть то ли троюродный брат, то ли сестра. Но я не могу точно сказать. Нам понадобятся личные вещи вашего мужа. Кто-нибудь из предмета гигиены. Зубная щетка, бритва. Да, да, конечно. Нечестники, похоже, правы. Действительно, взрыв бытового газа. Кое-что ребятам нашим отправил с пепелища. А у вас в доме стояло газовое оборудование? Плита. А вообще там много чего было. Бензин для генератора, мазут для отопления. О, Боже. Трупы мужской и женский имеют механические повреждения. Мягкие ткани практически полностью уничтожены. Воздействие высокой температуры. Установить точно причину и время смерти не представляется возможным. Держи. А то ты, говорят, бездельничаешь. Спасибо на добром слове. Если пробивание биллингов двух предполагаемых погибших безделия, то я бездельничаю. Ну а что с биллингами? Сигналы мобильных устройств Рыбакова и Епифанова прекратили фиксироваться с сетью вчера в двадцать одиннадцать. Последняя локализация сот, обкрывающая дачный участок Рыбаковых. Соответствует показами свидетелей о времени взрыва. А вот это вот, похоже, одна из причин взрыва. Газовый шланг подпилен. Здорово. Кутов считает, что это было второй причиной взрыва. Но это еще не все. Видишь, тостер. Его разворотило в разные стороны. Значит, вспышка или взрыв были внутри него. Кто-то боевиков насмотрелся, что ли? Пустил газ, газетку в тостер и все? Всем привет? Нормально. Я Рыбакова. У меня просили личные вещи для идентификации. Пожалуйста. Гаря, я закончил с идентификацией обоих трупов. Женский труп Епифанова подтверждено сравнительно ДНК экспертизы с родственником. Второй труп Рыбаков подтверждено по предметам личной гигиены. Да, Борь, поняла, спасибо. Ну что, мы имеем два умышленных убийства. Мотивы? Ну, вообще-то то, что Рыбаков повез свою сотрудницу на дачу, вызывает подозрения. Видимо, между ними были не только профессиональные отношения. У скромного Рыбакова за последние несколько лет жена приобрела две довольно-таки дорогие машины, участок в Подмосковье, новую квартиру, улучшенные планировки, по инвестфондах, ну и так далее, по мелочи. У нее свой бизнес? Числится индивидуальным предпринимателем, только вот отчетность у нее какая-то мизерная. Ну, я, конечно, понимаю, что избавиться от старого мужа, который еще к тому же изменяет, и остаться богатой вдовой, это мечта любой женщины. Но убивать-то зачем? Да и не жалкий был коттедж. Коттедж у нее, положим, застрахован. И что? Ты думаешь, она пустила газы и так все хорошо рассчитала, что газ взорвался, когда ее муж с Епифановым в дом вошли? А что ты рассчитываешь? Шмяк от его по голове, шмяк в другую, взрывай, когда хочешь. Это слишком опасно. Да и как, Рыбаку могла быть уверена, что справится. Я лично знаю нескольких женщин, которые легко такое могут устроить. В любом случае, ее алиби надо проверять. А кто вам ставил оборудование в коттедж? Ну, вы знаете, разные люди. У моего мужа много знакомых было. Скидки, качественно, соответственно. Ну, а конкретно в последнее время? Ну, на завод, на который муж ездил, там директор Артур Кудрявцев. Вот в последнее время он всем и занимался. Вот вы говорили, что всю неделю ездили в коттедж. И в субботу. А в воскресенье... Ну, отдыхать-то когда-то нужно. Мне утром подружка позвонила, Лидка Осипова. Мы с ней полдня по магазинам промотались. Потом к нам заехали. Ну, это уже вечером было. Тут соседи и позвонили по даче. Говорят, пожар. Звоню мужу, он недоступен. А он как раз туда собирался заехать. Ну, я и рванула тут же туда. Пробейте все контакты Рыбаковых и выясните, почему Рыбаков с Епифановой в выходной день поехали на этот завод. Только никого не спугните. Мы расследуем взрыв бытового газа. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, вот и отлично. Да. Галь, подруга Рыбаковой подтвердила, что воскресенье с обеда до вечера было с ней. Ну, да, я тоже так думаю. Если жена имеет отношение, то вряд ли сама действовала. Я, кажется, понял, кто и почему Рыбаковым коттедж обустраивал. Управа размещала дофига заказов на заводе Кудрявцева. Это тот, куда Рыбаков с Епифановой в воскресенье ездили? Именно, небольшой заводик, производит металлоконструкции, детские площадки, скамейки, ограды, клубы и тому подобное. И этот же Кудрявцев ставит оборудование в коттедж Рыбакова. Полагаю, бесплатно, в качестве благодарности с заказа. Попробуй докажи, только все равно непонятно, зачем они в воскресенье ездили к этому Кудрявцеву. Алло, Екатерина Сергеевна, здравствуйте. А я жду-жду, а вы сегодня звоните. Что? Как взорвалось? Слушай, я тебе сочувствую. И что? Какое-то расследование? Меня спрашивали, кто устанавливал газовое оборудование и кто был в субботу в коттедже. А что я должна была говорить, если тебя все равно видели? На пожарище в подмосковном поселке обнаружены два сгоревших трупа, мужской и женский. Причиной пожара стал подстроенный взрыв бытового газа. Установлено, что перед взрывом в коттедж приехали муж хозяйки коттеджа Владимир Рыбаков и его сотрудница Епифанова. Хозяйка коттеджа представляет для идентификации трупа личные вещи мужа. Его опознают. Труп Епифановой тоже идентифицируют. Выясняется, что Рыбаков и Епифанова возвращались от бизнесмена Кудрявцева. Именно Кудрявцев устанавливал в коттедже Рыбаковых газовое оборудование. Здравствуйте. А будьте добры, Владимир Ивановича? А Светлану Андреевну? Простите, пожалуйста, а кого-нибудь из отдела ЖКХ? Мы выполняли работу для управы и у нас в акте сдачи приемки одной подписи не хватает. Документы затребовала прокуратура? Галина Николаевна. В управе Рыбаковой сегодня началась неплановая прокурорская проверка. Именно в отделе ЖКХ проверяют законность проведения конкурсов на получение заказов и их исполнение. А завод Кудрявцева постоянно выигрывает конкурсы на выполнение заказов вправе. И, между прочим, это именно Кудрявцев устанавливал оборудование в коттедже Рыбаковых. Такая вот нехилая благодарность за эти самые конкурсы. На последнем конкурсе один из участников был отстранен от участия. Чуть позже он написал заявление в прокуратуру. Возникли подозрения в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Характеристики поставленной продукции не соответствуют заявленным. А это значит, что реальная стоимость продукции гораздо меньше, чем указано в контракте. Нетрудно догадаться, кому доставалась разница. Решение о проверке у права прокуратура, конечно же, приняла еще на прошлой неделе. Похоже, Рыбакову предупредили, и он решил почистить документы. Всю субботу Рыбаков и Епифанова пробили в отделе. Часть документов собрали с собой, в том числе договоры и акты сдачи приема. А в воскресенье поехали к Удрявцеву, чтобы подписать это заново. И все эти документы исчезли при пожаре. Так что убийство Рыбакова и Епифанова их вполне можно рассматривать как попытку замести следы хищений. Алло, надо срочно задержать Кудрявцева. Мы опоздали. Кудрявцева в доме нет. Машины его тоже нет. Смотри, перед тем, как Кудрявцев отрубил мобильный, ему звонила Рыбакова. Так она предупредила. Получается, они были заодно, помогали решать другу свои проблемы. Не факт. Она могла просто сказать, что ее расспрашивали насчет взрыва и газового оборудования, а он уж сам сделал все выводы и решил скрыться. хорошо. Везите его к нам. Кудрявцева взяли. Пытался выехать на территорию сопредельного государства. На своей машине. По своим документам. Согласна, это немного странно, но он просто не ожидал, что мы так быстро на него выйдем. Знаешь, Галя, это не единственная странность. Я вот поговорил с бизнесменом, которого Рыбаков отстранил от конкурса и который написал заявление прокуратуру. Так вот, Рыбаков, он просто предал какой-то неточности. Ну, что ж здесь странного. Рыбакову нужно было, чтобы конкурс выиграл Кудрявцев. А знаешь, кто надоумил? Бизнесмен написать заявление. Ничем не могу вам помочь. Это решение начальника отдела. Если вы считаете, что это нарушение, напишите в прокуратуру, там проверят. Только лучше это сделать, когда заказ уже будет выполнен и подписан акт сдачи приема. Действительно странно. Похоже, Епифанова подсиживала шефа. Но Кудрявцев-то об этом вряд ли знал. Знаешь что, Коль, займись заводом. Что там известно об отношениях Кудрявцева, Рыбаковых и Епифановой? Да, хорошо. А мы пока допросим самого Кудрявцева. Артур Эдуардович, а почему вы так неожиданно решили покинуть просторы нашей с вами любимой Родины? Ну, почему же неожиданно? Это была запланированная поездка к поставщикам. Они меня ждали. Ждали-то ждали, только не вас. Тут даже обычный экспедитор ездит. Да поймите вы, качество товара стало хромать. И поэтому я сам решил поехать к поставщикам. И по понятным причинам я их в известность не ставил. Да, 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 да. Пока складно получается. А про гибель Рыбакова вы слышали. Да, звонила его жена. Я им в коттедже оборудование ставлю, она звонит и говорит, мол, вот такое несчастье. А в воскресенье где были? На заводе, часов до девяти. Не верите? Можете уточнить у моей секретарши? Да не, я верю. или у бухгалтерши. Добрый день. Майор Круглов, федеральная экспертная служба. Да, мне уже звонили с проходной. Пожалуйста, присаживайтесь. Нам ведь пришлось задержать вашего директора. Да мы уже в курсе. Все из-за этих Рыбаковых. Связался Артур Дарович с этим коттеджем. Так вы в курсе? Про взрыв-то? Конечно. Это что-то совсем рядом. Артур Довардович чего там только не делал. Он в последнее время больше времени там проводил, чем на заводе. Замучил его это, Катерина. Катерина Сергеевна Рыбакова. Вы ее знаете? Конечно. Она и нас замучила. Все ездила образцы выбирать. То и не так, это не этак. А какие отношения были у Кудрявцева с Рыбаковой? Дружеские? Совсем дружеские. Пользовалась она нашим бедным Артуром Эдуардовичем по полной. Она за этим-то сюда и приезжала в основном. Может, у нее в возрасте. Нехорошо, конечно, говорить, но мы же не слепые. А в пятницу вечером Рыбакова тоже была здесь? Да. Да, Володь. На заводе. Что? Хорошо, передам. Послушай, у мужа в понедельник прокурорская проверка. Нужно за выходные почистить документы. А о чем он раньше думал? Дождался. Послушай, если бы было все так просто, он бы давно что-нибудь придумал. В этом-то он соображает. Вот остальном как-то не очень. В пятницу к вечеру Рыбаков узнает о проверке. Звонит жене. Она в то время на заводе. По-видимому, ставит в известность Кудрявцева. А он испугался и решил обрубить концы, устранив Рыбакова и всю документацию. Но сделан это не сам. У него на вечер в воскресенье алиби. Мы проверяем звонки Кудрявцева начиная с вечера пятницы. Но вряд ли он звонит со своего мобильного или рабочего телефона. Знаешь что? Проверьте все звонки с заводских телефонов и выходы в интернет с их заводского сервера. Включайте, Николай Петрович. Сейчас дойду до компа, скажу, что дальше. Повисите секунду. Есть, Вань. Что дальше? Все, больше ничего не трогаю. Так вы говорите, что в субботу Кудрявцев тоже на завод приезжал. А у вас разве не выходной? Конечно, выходной. Тут только охранник. Он и видел, как Артур Эдуардович заезжал с этой, с Катериной. В субботу с рабочего номера бухгалтера Кудрявцева был сделан один звонок. Слушай, и компьютер бухгалтер же тоже, по-моему, включали в субботу. Да. Смотрели каталоги и еще базу данных работников завода. Кому, говоришь, звонили? Никифорову, Федору Васильевичу. Есть такой. Столер, слесарь, плотник, уволен. Давно уже. Никифоров? Конечно, помню. Мужик с золотые руки. Он месяц проработал, мы на него не нарадовались, а как получил деньги, так запил. А Артур Эдуардович на этот счет очень строгий выгнал сразу. Никифоров Федор Васильевич, 48 лет, а живет в двух остановках электрички от коттеджа Рыбаковых. Нигде не работает, судим. Убийство по неосторожности двух лиц. На его мобильный телефон в субботу в 11.48 был сделан звонок с завода, а в 11.46 кто-то открывал базу работников завода, где, естественно, есть контакт Никифорова. Ну, понятно, нашли номер и позвонили. И что? В воскресенье в 19.30 его мобильный переместился в зону покрытия коттеджа Рыбаковых, а через два часа переместился обратно и отключился. Больше в сеть не уходил. Вы думаете, что Никифоров наемный киллер Кудревцева? Очень на то похоже. Запросите дело Никифорова. Будем задерживать и проводить обыск. Так, понимаешь, Васильич-то сам в подсобке живет, понимаешь? Утеплил и топить много не надо. Ну, а дом? А дом он на лето сдает дачникам. У него, понимаешь, у него самого-то нет никого, у Васильича-то. Ну, видишь, я же говорил нет его. Заказ получил. Будем ломать. А что ломать-то? Зачем ломать-то? Васильич мне ключ дал на всякий случай. Так что вот, все, пожалуйста. это, ты мне постановление покажи какую-нибудь бумажку-то. А, ну, во, все, чин-чин арем. Давай, заходим. Петрович, мне кажется, или хлоркой пахнет? Похоже на то. Ну, что, все отпечатки постирал? Ну, зачем? Они все равно в базе есть. Начальник отдела районной управы Рыбаков и его помощницы Епифанова убиты на даче Рыбакова. Выясняется, что накануне Рыбаков и Епифанова ездили на завод металлоконструкций подписывать документы. ФЭС подозревает директора завода Кудрявцева и Рыбакова в хищении бюджетных средств. Кудрявцев пытается скрыться, но его задерживают на границе. ФЭС ищет Никифорова, бывшего работника Кудрявцева. Никифоров исчез, а в его доме тщательно уничтожены все следы. Ну что, совсем никаких отпечатков? Ясно. Подождите, обязательно найдите там следы Никифорова. Ну, где? Я не знаю где. Постарайтесь. Что у тебя, Иван? По поводу судимости Никифорова. Он работал трактористом, повез ночью народ в прицепе. Немножко выпил, влетел в канал, в прицепь перевернулся. Два трупа, три инвалида. Ну, Никифорова посадили. Спасибо, Иван. Кудрявцева в допросную. Да ничего здесь нет. Пойду с соседом перетру, может быть он еще знает. Давай. А я в доме смотрю. Артур Эдуардович, помните, у вас работал такой Никифоров Федор Васильевич? Мало ли кто у меня работал. Мастер на все руки, месяц продержался, потом уволили за пьянки. Но это не есть отличительная особенность. Знаете, как в наше время сложно найти квалифицированного и добросовестного работника? Или ворует, или лодырь, или пьет, или все вместе. Ну, давай, раз угощаешь, подставляй. меня извините. Ага. Вот оно как, а? За знакомство. Давай. закуси. Ага. А с Васильевичем-то мы, конечно, дружим, но инструмент он мне свой не дает. да я и не прошу. На кой он мне инструмент-то? А инструмент он бережет. А когда он, говоришь, заказ-то брал? А в субботу. Мы тут с ним как раз сидели и похмелялись. кто это у меня тут? Ошиблись, что ли? Алло. Я. Да. Не вопрос, конечно, могу. когда? Куда подъехать? А от станции заберете, понял? Нет. Не, не подведу. Да. До завтра. Что, заказ, что ли? Да. А? Помнит еще. И я про то. Ну давай, залакируем. Не, 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 не. Мне надо завтра как стеклышко. Понимаешь, Васильевич, он такой человек, он неделю может не пить. Даже месяц. Ну, а уж потом. А вы тут пили? Да, да, здесь. Ты стакан-то моешь вообще? А зачем? Это животка. Ахахахахахаха. Ахахахаха. Ахахахаха. Ахахаха. Опа. 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 Ну ты логиняр, мра. Артур Эдуардович, в субботу утром вы заезжали на завод. Зачем? Бойлер для воды забрать для Рыбаковых. И образцы панелей Рыбаковой показать. Чтобы выбрала. Где у вас образцы? Часть живьем в шоуруме, часть в каталогах. На компьютере? Да. А это преступление? Вы никуда не выходили, пока Рыбакова выбирала панели? До моего компания могла дойти. Я же не знаю, где у нее чего. Ага. И чего я? Буду из кабинета в шоурум бегать и обратно? Послушай, если ты торопишься, иди грузи свой бойлер, а? Вот смотри. Вот он, новый каталог. Работай. Угу. Так. Это хозяин. Котов. Алкоголик вынужденный. Что? Рыбаков? Рыбаков тоже пил соседом Никифорова? Нет. Просто это ДНК Никифорова, а не Рыбакова. Труп с участка Рыбаковых принадлежит Никифорову. То есть Рыбакова нас обманула? Именно. Она с самого начала была заодно с мужем. А, Рыбаков сам устроил взрыв. Я думаю, что он понял, что его подставила Епифанова. Именно Епифанова знала о всех тонкостях его махинации, и от нее нужно было быстро избавляться. Ни с того, ни с сего внеплановых проверок не бывает. Не дурак. Сам знаю. Это Епифанова меня подставила. А это кто? Твой зам? Да. Все на мое место метит. Жлобиха жадная. Все ей мало. Все хочет целиком получать. Так она же тебя опять подставит. И что ты сможешь сделать с документами? Слушай, а может мне просто смыться с Олегу? Ну, спасибо. А со мной что будет? А все договоры я уничтожу. Никто ничего не найдет. И твоя Епифанова тоже? Нет. Эта дрянь наверняка подстраховалась. Ее надо убирать. А может, и тебя убрать? Ну, вместе с ней. Пока Рыбаков возился с документами и изображал бурную деятельность перед Епифановой и Кудрявцевым, Рыбакова нашла одинокого мастера и договорилась, что он приедет на станцию. Мы-то думали, что это Кудрявцев нанял киллера. А это, кажется, жертву наняли. И еще Рыбакова специально не сказала адрес, чтобы Никифоров его не сболтнул. Рыбаков должен был встретить его на машине с поезда, доставить на дачу, куда уже доставил Епифанову. Давай, Свет, заходи. Это тебе Кудрявцев дачу-то отгрохал? Завидно. Зависть очень плохое чувство, Светочка. Получается, Рыбакову и по времени в воскресенье все заранее рассчитали, чтобы Рыбаков после завода мог отвезти Епифанову на дачу, а потом съездить за Никифоровым. Сосед Никифорова вспомнил, что Никифоров собирался на недельку на дачу, а значит, он взял с собой вещи и предметы личной гигиены. Рыбаков встретил Никифорова на станции, отвез его на дачу. Прошу. Хороший домик. И не говори. Даже жалко сжигать. Отлично. То, что надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На пепелище дачи Рыбаковых обнаружены сгоревшие трупы двоих человек. Один труп принадлежит сотрудницы район. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Рыбакова едет в своей даче. Так. Вот она свернула в другую сторону. Коля, Рыбакова свернула. Будьте аккуратней. Не приближайтесь. А куда это она? Вот сюда. Тут одна деревня, больше некуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володь! Это я, Володь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь не шептать. Здесь вечером резвых не бывает. Ты чего приперлась? Кудрявцева взяли. Шьют ему убийство. Тебя, Епифановой. Давай-ка супчик поешь, пока он горячий. Можешь прямо из банки есть. Давай, а то два дня без горячего. Давай салатик вот. Кушай, кушай. Значит, говоришь, шланг от газа нашли? А? Шланг от газа нашли. А, не знаю, наверное. Нам-то без разницы уже. Без разницы. Коля, вы на месте? Не ждите, берите их сразу. Все равно не понимаю, зачем Тарбаков поперлся своему мужу? Ну, что там у нас еще? Макарошки с морковкой. Кушай, кушай. Сидеть! Бо, а вот и наш покойник. Дура! Куда? Ты что, дурец, что ли? Нет, это не симуляция. Вкалите ему синюю ампулу и гоните в больницу. Ну, что, Иван, теперь-то ты понял, почему Рубакова обязательно должна была навестить своего мужа, пока он не уехал? А мы чуть-чуть не успели. Ну, а вообще-то я сразу сказал, что все из Рыбакова замутило. Ваня, не женись на молоденькой и не оформляй на него свои нетрудовые доходы. И уж точно не верь. И уж точно не ешь, что она приготовила? Врачи борются за жизнь вашего мужа, но хотя какое вам дело? Мне просто интересно, кто придумал подсунуть на дачу вместо вашего мужа другого человека? Что значит, меня убрать? Что ж там, найдем труп подходящий, а потом взрыв газа, например. У нас все равно, коттедж застрахован. А где ты труп найдешь? Помнишь, скандал у Артура был, там мужика уволили. И вроде люди говорят, одинокий был, мастер хороший. Субтитры сделал DimaTorzok